Здравствуйте, в эфире программа «Крупный план». Меня зовут Владимир Сметалин. И в этой студии мы находимся вместе с депутатом Государственной Думы Кириллом Черкасовым. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день, уважаемый радиослушатель. Да, сразу же обозначу основные темы нашей сегодняшней беседы. Тем у нас сегодня три. Ну, во-первых, это кировские дороги, а может быть, вернее, то, что от них осталось и остается. Во-вторых, это законодательная инициатива об ограничении выплат бывшим чиновникам. И третья тема, тоже резонансная достаточно, тема последних дней, это протесты против строительства нового полигона для твердых бытовых отходов. В Слободском районе имеется в виду район Вахваши. Итак, обо всем по порядку. Дороги. Что касается этой темы, то власти уже озвучили планы на этот год, планы по ремонту, известные суммы. Денег, выделяемых, естественно, недостаточно. Ну и хочу спросить, что на депутатском уровне можно совсем с этим сделать и что можно предпринять? Мы активно сейчас разбираем эту ситуацию, выясняем, кто на каких улицах проводил в 2013-2014 году ремонт, выясняем, как он был оформлен. И приходим к очень интересным таким данным, которые к нам поступают. Сейчас я направил четыре запроса, жду от них ответа. Но предварительная информация такая, что за последние три года у нас всего две дороги ремонтировались капитально. Мы имеем в виду областной центр? Да, мы имеем в виду, естественно, областной центр, город Киров. Причем делается это, на наш взгляд, специально. Потому что по положению, если дорога ремонтируется капитально, то на нее фирма-подрядчик должна давать гарантию три года. А если делается ямочный ремонт, то всего год. И получается, что дороги, как правило, ремонтируют в мае-июне. Соответственно, гарантия дается на год. И вот сейчас, когда мы на целом, на нескольких улицах получили вот такую вот ситуацию, это прежде всего улица Некрасова, это проспект Строителей, нам фактически невозможно предъявить претензии тем компаниям, которые в том году осуществляли ремонт на этих улицах. Но у нас зато есть претензии к руководителю дирекции дорожного хозяйства города Кирова, Кошкину Павлу Васильевичу. И сейчас в своем запросе я на имя губернатора и на имя руководителя города хочу услышать ответы, как этот человек собирается ли он дальше занимать эту должность, или он будет уволен по несоответствию. И, соответственно, у нас есть вопросы к руководителю территориальных управлений, к Торхову Сергею Александровичу, который пока открещивается и говорит, что за дороги он не отвечает. Но мы считаем, что если ты являешься начальником территориального управления, а улица Некрасова – это Ленинский район, то как минимум ты должен там появиться, пообщаться с гражданами, и уж точно ты должен владеть ситуацией, какая компания в том году производила ямочный ремонт, и почему сейчас дорога в таком ужасном состоянии. Ну, компания-то, насколько я понимаю, гадать-то особо не приходится. Компания городская. Вот. У нас целый список этих субподрядных организаций. И МБУ благоустройства, и Гордор-Мосстрой, и ККХ, и Вятавтодор, и Интердорстрой. То есть на мане же одни и те же. А качество дорог ухудшается. То есть вот по оценкам экспертов, специалистам, вчера мы проводили такое совещание, оказывается, то есть это самое худшее состояние дорог за последние 7 лет. То есть такого никогда не было. И понятно, что некоторые сегодня говорят, что да, были там сложные метеоусловия, большие перепады, но эксперты говорят, что если качественно выполнен даже ремонт дорог, то ямочный, то не может быть такого ужасного состояния. То есть сейчас речь-то идем о том, чтобы изучить всю эту историю, да, и в том случае, если дорога пришла в негодность, а если там все-таки ремонт, гарантия еще действует, призывать подрядчиков... Конечно, но никак не выделение новых бюджетных средств. То есть заставить, во-первых, провести вовремя экспертизу и заставить переделать, если гарантия еще действует. А если там есть какой-то злой умысел или коррупция наших городских чиновников, то это, конечно, мы будем обращаться в Следственный комитет и в прокуратуру, чтобы они уже расследовали, каким образом и куда были списаны городские деньги. Сроки ответов, они известны? По закону 30 дней. И там вчера, сегодня ушли запросы, и плюс мы сейчас в телефонном режиме, прям в качестве прямого диалога ведем вот эти вот все разговоры и выясняем, какая компания за какую улицу отвечала и сколько денег бюджетных она освоила. А дороги в области, планируете ли ими тоже заняться? Да, мы сейчас как раз изучаем. У нас очень много обращений от жителей Белой Холуницы, Слободского, Амутминска, Фанасьева. И очень интересная... Да, вот эта трасса, на которую сейчас наибольшее нарекание, и выясняется, что оказывается в период с 2013 по 2015 год там был проведен капитальный ремонт этой дороги, а это значит, что по нормативно-правовым документам должна быть гарантия 3 года. Поэтому вот сейчас мы изучим с коллегами, кто там был в генподрядчиках, кто был в подрядчиках, кто из областного руководства отвечал за данный ремонт. И дальше будем следить за тем, чтобы прежде всего сейчас были выявлены вот эти вот нарушения, они были зафиксированы, произведена техническая экспертиза, а дальше в ручном режиме будем отслеживать, чтобы правительство области наложило по договору все необходимые санкции на строителей и требовало возврата этих средств, естественно, в виде нового ремонта дороги. – Видимо, основная Ваша цель – это не сколько в том, чтобы ситуацию поправить с дорогами в этом году, а сколько так… – Навести порядок, Владимир, абсолютно правильно. – И впредь, чтобы, да? – Да, чтобы не было вот этой вот такой смутной составляющей, которая у всех вызывает всегда подозрения, когда чиновники работают с одними и теми же компаниями, регулярно осваиваются средства, а качество дорог так и остается хуже, хуже и хуже. Поэтому мы здесь хотим навести действительно порядок и самое главное – дать окраску и определение, кто как работал. – Ну, в любом случае, новости будут, и мы о них еще будем говорить в нашем эфире. Хорошо. Дороги – такая промежуточная информация. Далее законопроект «Законинциатива», который был подготовлен в нашем региональном парламенте, касающийся ограничений выплат бывшим муниципальным чиновникам, и не только бывшему губернатору, главам районов. – Законопроект, который был подготовлен фракцией ЛДПР. – Фракцией ЛДПР его внес, да, наш коллега, депутат фракции ЛДПР Дубровин Николай Григорьевич. И дальше начались очень интересные вещи, но в двух словах о сути законопроекта. – Да. – Мы считаем, что это очень большие доплаты, они сегодня составляют к пенсии до 80%. На наш взгляд, это в сегодняшней ситуации чрезмерные выплаты. Плюс там есть очень много льгот на ЖКХ, на санаторно-курортные лечения. Причём мы бы не возражали, если бы эти чиновники работали на благо Кировской области, её районов более 20 лет. А под эту категорию пытаются подвести людей, которые работают 3 года, 4 года, 5 лет. И, конечно, это вызывает возмущение у пенсионеров, которые сегодня в сельской местности получают 7200-7300 пенсию, а в городе там 10-11 тысяч максимум. Поэтому вот такая инициатива была нашими коллегами. – А вы подсчитывали хотя бы приблизительно та сумма, которая идёт из областного бюджета? – Ну вот мы посчитали только то, что нам удалось увидеть в открытом доступе, и получается там на одного человека льгота получается в год там от 250 до 300 тысяч. То есть если под это попадёт там хотя бы 10-20 чиновников, то это уже миллионы рублей. Поэтому, конечно, это не порядок, и в сегодняшней экономической ситуации мы считаем, что это категорически нельзя делать. То есть вот это вот социальное неравенство, которое и так у нас вылезает откуда только можно, ещё переносить его на пенсии, ну просто недопустимо. – И, собственно, это суть закона проекта, суть предложения? – Суть проекта – ограничить бывшим чиновникам доплаты в процентном соотношении от 5 до максимум 15 процентов. В зависимости от стажа работы и суммы доплаты должна определяться от размера страховой части пенсии по старости. – То есть именно ограничить, но существенно ограничить? – Ну, получается, что да. – В большей, да. – И, собственно, судьба этого законопроекта? – Уникальная ситуация, наше законодательное собрание в очередной раз впереди всей страны. То есть они его даже не вынесли, хотя по регламенту они вообще не имеют права этого делать, они его даже не вынесли на рассмотрение, вот ближайшее, которое будет в законодательном собрании. То есть Совет Законодательного собрания постановил не рассматривать данный законопроект. То есть у нас одно только, может быть, понимание данной нормы – это то, что рука руку моет. – То есть некие договоренности, на ваш взгляд, существуют, чтобы не выносить, но вы будете… – Да, то есть одни чиновники пытаются защитить других. – Но мне что-то подсказывает, что вы все равно не остановитесь на достигнутом, раз такая серьезная работа проведена, будете что-то предпринимать и далее. – Да, то есть мы сейчас в рамках регламента подготовили на руководителя Зак Собрания обращение. Если это не приведет к каким-то ответственным действиям с их стороны конструктивным, то мы будем обращаться в прокуратуру и дальше будем уже инициировать рассмотрение, скажем так, полномочий руководителей профильных комитетов и самого руководителя Законодательного собрания. – У вас есть какая-то внутренняя надежда на то, что до конца полномочий этого созыва ОЗС будет рассмотрена инициатива? – Нет, я думаю, что даже если нас не услышат им каким-то образом удастся вот сейчас не рассмотреть, то в следующее собрание, когда будут собираться Законодательные собрания, мы обязательно рассмотрим этот законопроект. – Я напомню, что гость в студии – депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов. У нас еще одна тема, которую заявили в самом начале программы. Это тема строительства нового полигона для твердых бытовых отходов в районе Вахрушей. Буквально накануне состоялась встреча общественности, неравнодушных граждан с чиновниками и, главное, упрек, насколько я понимаю, почему вы это не согласовали, почему вы нас не предупредили. А между тем полигон уже строится? – Да. – Ваша позиция? – И тут, конечно, чиновники хитрят, потому что я встречался с жителями Вахруши, деревни Осенцы, деревни Лагуновы, Слободского района. И что нам удалось узнать на сегодняшний момент? Во-первых, очень хитро были объявлены слушания. Они были объявлены в двух газетах – в российской газете и в Слободских курантах, которые жители посёлка Вахруши практически не получают. – А в чём здесь российская газета? – По закону чиновники перед слушаниями должны сделать публикацию в… и там целый перечень средств массовой информации где. И почему-то это не районная газета, которую читают, не областная газета, а это газеты, которые люди просто не выписывают или не читают. Но вроде они соблюли эту норму. Дальше когда они назначают? Они назначают это в три часа дня и не в посёлке Вахрушев, где живут 12 тысяч человек, которые ближе всего к этой свалке, а в районном центре, в Слободском. То есть мало того, что человек должен отпроситься с работы, он ещё должен заплатить свои деньги за автобус, а это недёшево, и добраться туда. Естественно, получилось так, что на этом собрании оказались одни активисты, в скобочках, чиновники, которых туда привели, а реальные жители этих посёлков, они не получили, во-первых, никакой предварительной информации, а во-вторых, их практически ввели в заблуждение, то есть сказав, что якобы они согласились с этим строительством. И здесь, конечно, мы сейчас подтянем и экологов, и природоохранную прокуратуру, и экспертов, которые, конечно, дадут свои заключения по этому поводу, но удивляет другое. Но неужели чиновники не понимают, что мы живём в 2016 году? То есть есть средства массовой информации, такие, как вы, да, то есть прекрасно освещаете всегда всё. Есть интернет, то есть невозможно уже шило утаить в мешке. Если границы этой свалки располагаются там в трёх, четырёх километрах, ну посмотрите вы розу ветров. Вчера вот общались с экспертами, они говорят, в этом районе очень хорошие чистые подземные источники воды. То есть очень хорошая вода. То есть если там будет сделана свалка, то про воду из крана можно забыть. А у нас сегодня большинство населения, детей пьют воду из-под крана. И, конечно, жители обеспокоены тем, что это будет именно свалка, а не завод по утилизации мусора и твёрдоботовых отходов. Я на протяжении, по-моему, пяти или шести лет мы общаемся с разными уровнями федеральной власти, региональной власти и обсуждаем строительство такого завода. Да, сейчас может быть там не очень... Именно на территории нашего региона рядом с городом. Да, конечно, конечно, потому что это просто необходимость. Потому что мы понимаем, что дальше накапливать эти свалки, учитывая близлежащие населённые пункты к Кирову, просто невозможно. Но свалка в Костино всем известно всё, там уже предел. Поэтому вопрос строительства нового полигона... Сегодня надо искать инвесторов, соинвесторов, искать какие-то формы частного государственного партнёрства, требовать выделения финансирования с федерального бюджета с тем, чтобы построить завод, который перерабатывал эти отходы. Но почему-то наши чиновники идут по пути наименьшего сопротивления, им легче сделать ещё одну свалку и продолжать накапливать вот эти горы мусора, токсичных всяких отходов, не заботясь абсолютно о том, что это пригород города, это определённые розы ветров, и самое главное, что это жители, которые там живут, которые категорически не согласны с тем, чтобы рядом с их населёнными пунктами находилась эта свалка. Вы наверняка знакомы с теми техническими параметрами, которые приводили люди ответственные за этот полигон. Якобы там планируется укладка некоего материала, который полностью препятствует тому, чтобы в грунтовые воды отходы эти проникали. Вот на сегодняшний день направлено два запроса. Один от Владимира Вольфовича Жириновского, так как часть обращений написана на его имя, один от меня, где мы как раз и просим показать нам техническую документацию и предоставить конкурсы и фирмы-подрядчики, которые выполняют работы. Потому что по словам жителей, часть работ уже якобы сделаны, и чуть ли не мусор начинают туда завозить, и вот эту вот самую, как они говорят, прослойку как раз делают из мусора. То есть это никакой не строительный материал, а это мусор является, скажем так, тем материалом, который должен быть или гравием, или щебнем, что у них прописано по технологии. В общем, насколько я понял, вы сейчас добиваетесь более широкого общественного обсуждения, да? Не только обсуждения, а пока при остановке строительства этой свалки. При остановке? Конечно. До, собственно, выяснения всех обстоятельств, да. Помощь какую-то непосредственным активистам оказываете? Да. Сейчас? Да, то есть мы сейчас выделили двух юристов, мы сейчас поможем им провести собрание у себя в населенном пункте, с тем, чтобы они смогли высказаться, и потребуем, чтобы нам администрация, глава района Хомяков, предоставила все необходимые документы. В общем, о том, как эта и вышеупомянутая ситуация будет развиваться, мы будем говорить, безусловно, в нашем эфире. Спасибо, депутат Государственной Думы, Кирилл Черкасов. Всего доброго. Спасибо, Владимир. Всего доброго, дорогие радиослушатели.